20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Этот праздник учредила Генеральная ассамблея ООН, чтобы поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара, и все имеют одинаковое право на счастье. Но есть среди нас и обладатели двойного счастья. Это родители двойняшек и тройняшек, ну и сами близнецы, в жизни которых из-за похожести много радостных и курьезных моментов. Любовь Пермякова продолжит. В девятом классе второй школы идёт урок информатики. За третьей партой сидят, как две капли воды, похожие девчонки. Это сёстры Вероника и Анжелика Зотовы. В этой школе двойняшки обучаются с седьмого класса. Но даже за три года к такому сходству до сих пор не могут привыкнуть учителя и одноклассники. До сих пор постоянно учителя путают, например, Вероника к доске выходит, Вероника говорит «нет, нет, Анжелика». И всё в этом духе, и всё время «кто же из вас кто?» Ну, до сих пор не могут привыкнуть к тому. Девчонки добрые, весёлые, хорошие. А путал их сначала? Да, долго путал. Как научился развлечать? А мне сказали то, что просто наугад говори и что-то так привык. То есть попадаешь? Да. И только самые близкие знают, несмотря на внешние сходства, различия всё-таки есть. Лично я их вообще никогда не путала. Ну, как-то, по-моему, они совершенно разные. Но для кого-то они одинаковые. А по характеру они? По характеру они совершенно разные. Анжелика, она более такая мягкая, добрая. Ну, Вероника тоже добрая, но она более такая бойкая, может быть. Ну, вот как мне кажется, что они одно целое. Я вообще не представляю наших Веронику и Анжелику по отдельности. Они вот один общий организм, который всегда вместе. И всё делают вместе. И, ну, это круто. Сестрёнки Зотовы действительно делают всё вместе. Ходят в школу, на секции, танцевальные занятия. И если даже ненадолго расстаются, то какая-то невидимая связь всё равно остаётся. К примеру, вот когда мы уезжали, ну, я в Архангельск, ну, лечиться. Вот у меня что-то было. И Анжелика здесь, наверное, осталась. Вот мне очень плохо, плохо, плохо было. Я плакала. Анжелика тоже заплакала. Я не знаю, как объяснить, но всё время приятно, когда рядом кто-то ходит, понимает тебя. Есть кому-то выговорить. Да. Они, как никто другой, знают, как важно, когда тебя любят и понимают. Ведь у девчонок непростая судьба. Они рано остались без родителей, попали в интернат. И волей случая всё-таки смогли обрести семью. У нас в семье получилось так, что Господь Бог мне дал троих сыновей. Девочку мы так и не дождались. И решили, чтобы нам долго не мучиться. Мы пошли и взяли девчонок из интерната. Сначала мы взяли одну, ей было скучно. И мы решили, что надо исходить за сестрёнкой. Вместо сестрёнки у нас получилось двойное счастье. Муж был в командировке, я ему позвонила, сказала, что у нас, говорю, двойня. Я очень счастлива. Я очень счастлива. Действительно, не то, что там даже мальчишки, это счастье хорошо, но когда я ещё пополнила три на три, и оно гармонию сыграло, это стало вообще всё замечательно. Приёмная мама Анжелики и Вероники Зотовых признаётся, что теперь не представляет жизни без дочерей, которые уже стали для неё родными. Своей необычной историей обретения двойного счастья семья поделилась на праздники двойняшек и близнецов, который проходил в Тельвиске. Там под одной крышей социально-культурного центра «Престиж» собрались ещё 26 одинаковых пар из Наринмары, Нарименоса, Хангурия, Красного, Неси и других сельских поселений. И у каждого из них своя счастливая история. Я расплакалась от радости. Даже врач сначала подумала, что как бы, ну, ну, я сказала, что это от радости. Потому что муж вообще скакал и прыгал до потолка, и бабушка с дедушкой были рядом. Все узнали, все очень обрадовались. Очень были такие чувства. Ну, потому что очень долго хотели девочку. Вот тут, оказывается, две получилось. Я вышла из УЗИ, вся заплаканная, не могла сказать слов. Я только показывала сестре вот так вот. Она такая, что случилось, что-то у тебя плохое. Я такая, нет, всё хорошо, просто будет двое. Сначала нам не сказали, сказали, что один, а потом сказали, что два. Поэтому шок был для всех. Но с приятным шоком семья Захаровых быстро справилась. Сейчас близнецам Владиславу и Сергею чуть больше года. По словам мамы Дарьи, они делают всё одновременно. Кушают, спят и даже зевают. А так нас даже в родильном отделении перепутали. Да? Да. И Серёжу мы покормили два раза. А Слава не ел. Вовремя заметили. Мы недавно к окулисту ходили на приём. Я зашла сначала с одним, потом вышла, зашла со вторым. Мне к окулисту спрашивают, что-то забыли? Я говорю, нет, я второго принесла. Тянутся они друг к другу, да? Да, 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 они друг без друга вообще не могут. Не могут друг без друга и сёстры Евдокия Жургур и Любовь Чурсанова. В жизни близняшек было много интересных историй. В молодости так попутал. А, ну да, был кавалер. Я улетела в Шуйну работать киномехаником. У меня профессия киномеханик. Ну и всё, я улетела. А ребята со служатой подошли, говорят, да твоя не улетела, она внеси. Он говорит, да не может быть. И пошёл, пришёл и стучит в окошечко. Да, в ночь. А выходит Люба. А я с Любой пошёл гулять. А вы? Ну, просто мы пошли гулять и объясниться, что я не Евдокия. Я Любовь. Поверь мне, пожалуйста, я тебя не обманываю. Кроме увлекательных историй, обладатели двойного счастья поделились и опытом воспитания сразу двух детей. Самые талантливые близнецы приготовили для зрителей творческие номера. Место встречи для одинаковых людей выбрали не случайно. Начиная с 70-х годов, село Тельвиска держит статус самого плодовитого села по количеству рождённых, двойняшек и близнецов.